Всем привет! Добро пожаловать снова на мой канал! Сегодня покажу, как рисовать вот такой вот цветок, простой, идеально подходит для начинающих. Для этого я подготовила уже фон, покрасила его в белый цвет. Далее взяла розовый цвет, вот такой яркий. И еще взяла такой вот холодно-розовый цвет, вот такой вот. Дальше я взяла краску черную, не буду ее показывать, и белую краску. В принципе, это все, что нам нужно для рисунка. Вот, положу сюда цветок. И возьму нашу кисть. Да, кстати, насчет кисти. Вот, у меня вот такая вот кисть, это самая обычная кисть. И еще нам нужна кисть, вот такая вот тонкая, выстриженная кисть, она для тонких линий. Вот, и начинаем рисовать. Значит, сначала я нарисую шапку из розового цвета. И потом к нему уже черный. То есть расположу, у нас здесь расположен он как бы в левую сторону, а я расположу цветок в правую сторону. Так, на палитре я уже все свои цвета добавила. Да, еще добавила топ жидкий, без липкого слоя. Теперь беру вот этот розовый цвет, размешиваю его с финишем. Побольше возьму, то будет очень слишком бледный. Поэтому я взяла еще розовый цвет, чтобы... И начинаю рисовать. То есть у нас в левую сторону цветок, а я нарисую его в правую. Чтобы потом, когда мы совместили типсы, да, у нас были цветы в разные стороны. Вот, и вот таким вот образом начинаю прорисовывать. То есть, ну, в принципе, это произвольно. По желанию, как вот вам будет удобно, так вы прорисовываете этот цветок. Можете сделать его совсем большим, там, на ноготь. Так, не понимаю, видно. Сейчас вот покажу. Вот. Вот такой вот получается элемент. И теперь мы его просушим. Просушиваем его. Так, просушили. И теперь мы возьмем вот этого розового холодного, добавим наш розовый жидкий. И тоже разбавим его до жидкой консистенции. Вот. И здесь вот с верхушечки начну, поставлю эту точку по краям, пройдусь по краям, ну, чтобы добавить чуть яркости. Кисть я вытру. Для того, чтобы растушевать, кисть нужно вытереть. Вот. И вот таким вот образом начинаю растушевывать. Беру за границу, да, нашего, нашей точки и начинаю ее как бы растягивать. Вот таким образом. Вот. Чуть-чуть оттенили и просушили. Так. Просушиваем наш дизайн. Просушили наш дизайн. Теперь берем черную гель-краску. Так, где она? Вот она, черная гель-краска. Кисть, ну, мы уже берем тонкую кисть, чтобы нам нарисовать вот эти вот тонкие прожилочки, вот эти вот, нужно вот прям, чтобы она была очень тоненькой. Иначе получится, если мы возьмем обыкновенную кисть, она получится у нас с достаточно грубой линией. Нам нужно тонкой, показать, что это вот именно вот, тогда рисунок будет казаться нам более изящным. Вот, теперь, ну, я делаю так, на палитру немного добавлю и начинаю растягивать, вот именно, чтобы кисть была вся, промокнуть ее всю. Так. Теперь рисую внизу вот такой вот, ну, можно сказать, маленький треугольник. Вот. И теперь его нужно закрасить. То есть наша основа, да? Закрашиваю. По краям пройдусь еще. И теперь вытягиваю вот этот вот наш треугольник легким нажатием на кисть, чтобы у нас получилась очень тонкая такая линия. Если она, конечно, сразу не получится, то можно пройтись, да, еще раз, но тоже очень тонко. Так. И теперь от нашего треугольника начинаю разветвлять, вот так, не отрывая кисть. Вот таким образом. Так. Теперь мне не очень удобно. Немножко. Теперь так же с другой стороны. Так же пройдусь. Немножко получится, что я заслоню рисунок, но просто по-другому мне уже здесь самой не провести будет, не показать, что видно. Вот, вот получились вот такие вот. То есть с одной стороны и так же с другой. Очень тонкие линии. И просушим. Так. Пока подготовлю следующий этап. Ну, он достаточно уже простой. В принципе, уже наш, даже этот цветок уже готов. вот теперь я беру нашу белую гель-краску также нанесу ее на палитру и вот так я растягиваю но для начала я покрою финишем да то есть это уже все это уже завершенный этап и все остальное все что мы будем делать на нашем на нашем цветке это уже будет поверх финиша вот теперь просушим то есть остались уже пару штрихов то просушили теперь беру чуть-чуть каплю на нашу кисть и обвожу сверху таким то есть это уже поверх финиша на то есть делаю контур уже нашему цветку делаем более яркий контур уже нашему цветку и просушим это гель-краску уже сверху покрывать финишем не нужно то есть она как так засохла так и засох далее берем гель уже для наращивания достаточно плотный гель чтобы на поставить эти капли на на нашем цветке так берем наш цветок уже который просушился кисть уже берем более более толстую да и вот так вот ставим каплю гель очень плотный поэтому приходится его вот так вот крутить чтобы он никуда вы не под то чтобы были именно ровные капли вот такие вот ровные капелюшечки что мы были не здесь серединку поставим все и просушиваем все наш дизайн уже готов мы отправили уже с нашими каплями уже в лампу просто просушиваем это все финишем опять таки покрывать не нужно то есть такой гель уже покрывать не обязательно но если вы видите в эту потребности или это просит клиенту конечно же тогда покройте это в принципе не нужно конечно же гель нужно просушить уже чуть позже до до результата все мы просушили наш дизайн вот такой вот такие получились цветы если мое видео вам понравилось то ставьте пожалуйста лайк и подписывайтесь на мой канал до новых встреч спасибо